Ижимский оленевод ИКО – пример достойной подражания. Об этом заявил глава региона, посетив убойный пункт сельскохозяйственного кооператива, расположенный в 110 километрах от города. Александр Цибульский ознакомился с производственными мощностями убойного пункта и перспективами развития СПК. Это компьютер. Здесь, в принципе, все сделано по принципу умного дома. То есть вот здесь, на этом мониторе, все выведено. Морозильные камеры для всех полностью. Если видите, можно посмотреть. Этот умный дом – островок экономического развития в бескрайней тундре. Начиненный по последнему слову техники убойный пункт Ижимский оленевод ИКО построил в 2016 году. Сейчас здесь ведется полный цикл переработки. Но здесь не 300 тонн мяса. Это порядка 7-8 тысяч оленей мы здесь будем забивать. Всего 14 забивает. Мы 8 здесь планируем. Чтобы еще нарастить объем, нам надо еще построить, в принципе, такой же убойный пункт. Сейчас большая часть продукции оленеводства Ижимским оленеводам реализуется в общество мясопродукты. В ближайшие перспективы выход на международный рынок. Ну, планируете Финляндию, да, поставляете? Финляндию, Норвегия следующий шаг. Дальше там уже видно. Халяль интересная вещь. Вот сейчас есть предложение. В этом году мы хотели успеть, но не успели. Потому что, я только помню, что Россельхознадзор как бы… А халяль куда набежала? А в русской стране есть сегодня спрос. Тут Иран немножко… Ну, у нас свои контакты как бы, да, и свои связи выходят. Есть, выходят, спрашивают. То есть мясо оленина стало интересно на рынке. Помимо убоя оленя, переработки его мяса и субпродуктов, здесь же ведется сбор крови и обработка шкур. Вот здесь, по шкуру съемка, то есть зацепляют за передние ножки, вот эти крюки, вот этот камус, которая, ножка, которая у нас тут и соса остается, зацепляется и не шкура снимается, а олень вытирается и шкурит. Почему так? Потому что можно снимать с задней части, можно спереди, но лучше всего спереди, потому что мышца так расположена, что он очень и не оставляет мышечную ткань на шкуре. Она снимается чистыми. Олени шкуры идут на засолку. В рамках международного проекта «Оленя шкуры. Высшее качество», финансируемого по программе приграничного сотрудничества «Калартик», в хозяйстве был поставлен барабан для засолки шкур. Здесь засолка, включается, происходит посолку шкур. Это тоже финно поставили, да? Это финская. А она обязательно деревянная должна? Ну, железная непрактично, потому что надо все время на кассури бивать, включать. Она все-таки как-то... После засолки шкуры идут на хранение в специальный холодный цех. Он может вместить до 10 тысяч шкур. Именно столько шкур в прошлом году СПК направил на реализацию ведущему партнеру проекта – финской компании «Лапин Нахко». Тому, что умеют сами, в колхозе готовы научить и окружных студентов. И сегодня мы говорим кадры, кадров нет у нас, да? Ни зоотехников, ни ветеринаров, негде обучаться. Вот, пожалуйста, вот представляете, сейчас приехала группа и посмотрела, как надо делать и как надо забивать оленей. В соответствии с европейскими нормами. Сегодня же, если поглядеть по сторонам, то мы все еще в 20 веке. С нашими технологиями, с нашими убойными пунктами, со всем. Идею поддержал глава региона Александр Цибульский. Я считаю, что это должен быть пилотный проект, который надо развивать. Может быть, на базе этого убойного пункта пойти дальше и сделать некий центр по обучению специалистов, по, может быть, даже сертифицированию соответствующих специалистов. А затем, конечно, это тиражировать и развивать на другие упойные пункты. Если мы хотим конкурировать на внутреннем и внешнем рынке, мы должны иметь максимально современные производственные мощности. Ижимский оленевод и Ко сегодня самое крупное оленеводческое хозяйство в европейской части России. В СПК работает 260 человек, а поголовье оленей составляет почти 28 тысяч голов. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».